Всем привет, на связи SmokeFX и сегодня в этом видео вы увидите настоящее противостояние между профитрейдером SmokeFX и бездушной машиной, алгоритмом, который генерирует сотни торговых прогнозов каждый день. В этом видео на наглядном примере с помощью технического анализа, объема свечного анализа я вам покажу и мы с вами вместе проведем параллель. Как можно заработать на финансовом рынке, нужны ли такие помощники и вообще на что способен профессиональный трейдер SmokeFX. Сегодня будет максимально горячо. В начале этого видика по старинке, здравые типы. Поднавалите сюда тех лайкосов, я в свою очередь дам вам сегодня. Реально максимальный такой хорошечный запал полезной инфы. Ноль лапши на уши и 100% реально правильной, здравой информации будет в этом виде. И вы знаете, нормальное дело, нормально будет. Дед SmokeFX сегодня вам покажет, что есть еще порох в пороховнице. Давайте с вами приступать. Значит, смотрите, в чем здесь состоит суть. Есть торговый алгоритм, который генерирует неимоверное количество прогнозов, крайне 51 пункт плюс. Короче, здесь недавно буквально было 10 плюсов в ряд. Так вот, мы с вами будем смотреть, что он вообще предлагает, как анализирует эта бездушная скотина, вообще на что он опирается. И я, в свою очередь, буду производить свой анализ с графикой. Мы сравним, у кого будет меньше ошибок, кто по итогу сделает лучше статистику. И вы реально убедитесь, что знать тех анализ это must have. Итак, валютная пара USDCAD. Вот он уже выдал прогноз. Вход вниз. Ну окей, USDCAD. Давайте я зайду и покажу вам вообще эту валютную пару и почему он заходит на понижение. Смотрите, у нас по USDCAD, объясняю вам просто логику. Общее движение, вообще общее, направлено на понижение. Здесь потенциал также на понижение от этого максимума у нас направлен. То есть у нас совпадает и общее стремление цены, и стремление цены в моменте времени. Здесь у меня находится минимум. Раз, два. И алгоритм просчитал, что в ближайшее время, вплоть до 10-15 минут, цена снова дойдет до этого минимума. Он учитывал объемы, все проанализировал. Окей, флаг ему в руки. Все, это сделал алгоритм. Теперь мы проведем с вами самостоятельный анализ. Давайте начнем с EURUSD. Первая пара в списке. Итак, смотрите, пожалуйста, очень внимательно. Общее движение цены направлено на повышение от этого минимума. Здесь даже незрячий заметьте то, что все мои минимумы повышаются. Если у вас присутствуют повышающиеся минимумы, это очень явный признак того, что здесь у тебя присутствует такой достаточно серьезный покупатель. Ведь он берет и протаскивает цену все дальше, дальше, дальше. Видишь, дальше, дальше, дальше. То есть объем с одного минимума прыгает вверх к другому. Далее, далее, далее. То есть здесь вопросов быть не должно. Смотри, тут 1, тут 2. Находится максимум, к которому я потенциально приду в ближайшее время. Самая высокая, самая высокая граница находится немного выше. То есть потенциально мы пройдем через эту границу и пройдем еще выше. Как я это все дело могу обозвать? Это цель под номером 1. 1, да. 1. Это цель под номером 2. Ты понял? То есть мы приходим сюда, фиксируем галочкой, потом можем зайти сюда. Это так, в долгосрок. Поймите, что все, что мне сейчас нужно, это проанализировать. Кстати, движение уже происходит, очень даже хорошее. Проанализировать и посмотреть на объемы. Было движение на понижение, объемы падают. Ты понимаешь? То есть по сути порох пороховницы у этого продавца закончился в моменте, когда этот объем не поддержал такое сильное, казалось бы, в моменте стремления пройти еще ниже. Но нет, не получилось. Поэтому здесь самое правильное решение, которое можно принять, это заходить по общему движению цены. Если ты хочешь, чтобы здесь у тебя был минимум, отметь его на графике. Здесь также потенциал направлен на повышение. Сейчас, в данный промежуток времени, мы с вами произвели весь технический анализ. И на самом деле все. Это вход на повышение. Но чтобы зайти на лучший момент, либо хотя бы иметь подтверждение, лучше в данном случае мне перезагрузить страницу, чтобы мои объемы начали подгружаться. Вот здесь справа. Кстати, в следующем видео я вам покажу обновленную версию кластеров. Да, пацаны, время, я думаю, настало. Потому что, как ни крути, TradingView дает сумасшедшие ограничения. Это абсолютно несовершенная платформа. Но, тем не менее, обнова кластера будет в следующем видео. Поэтому, конечно, смотрите следующий видик также. Так, здесь давайте посмотрим вообще. Опа, по USDCAD у него уже плюс. Ну, пацаны, это робот. Он генерирует прогнозы максимально быстро. Нам нужно подобрать момент, да. То есть, объем здесь в моменте присутствовал. Откат происходит. Пока что давайте заходить. Конечно, там все идет на полном автомате. Но мы тоже будем пытаться не отставать. Здесь, кстати, приземленный бали. Хочу вам показать объем хороший. Вначале стрельнул. Как относительно такого баланса нормального, не суперзавышенного, не 50 тысяч долларов. Что с них можно будет сделать по итогу. Если ты будешь торговать, достаточно спокойно. Все. Мы зашли в рынок. По EURUSD. Хороший был объем. На повышение весь анализ. Да, минимумы. На повышение, на повышение, на повышение. Прыгает, прыгает, прыгает. Здесь точка остановки. Дальше проход через эту область. Зона сбора объема. И снова движение на повышение. Общее движение. Потенциал. По объемам объяснил. Да. То есть, не соответствовало. Поэтому вот, пожалуйста, мы дальше продолжаем с вами движение. Цель под номером 1. Цель под номером 2. Ты понял? Все. Вот такой вот анализ провел я. Смог FX. Да, пацаны. Нужно немного больше времени. Сорян, я не как этот алгоритм. Он их просто, ты понял, штампует как сумасшедший. Это, к слову, 13 плюсовый ряд. Просто, чтобы вы понимали, как это отрабатывает на самом деле. Не более того. Я приверженец того, что самостоятельно я без проблем также произведу хороший анализ. Но посмотрим, сколько у кого будет перекрытий. Вон там-то. Вон там-то. Там-то. Там мы все с вами и проверим. Кто из нас будет круче. Кто-то круче. Кто-то в гуче. Так, хорошее движение на повышение происходит. Все. Следим с вами. Следим. И смотрю также сюда. Жду, как будет выходить новый торговый прогноз. Чтобы, опять же, все это сравнивать. Ребята, 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 ребята. Вы мне писали огромное количество сообщений про то, что, дед, давай, веди к нам часовой. Пацаны. Сегодня будет максимально топовый разбор происходить. Причем в сравнении, ты понял? Кто-то пишет, я в закрытой группе, дед, я хочу больше, чтобы ты снимал про закрытую группу, как там отрабатывать. А тут все вместе будет. Ты понял? Смотри, движение происходит. Здесь откат произошел. Хороший откат. То есть, это больше половины всей свечки. Но объем неплохой на такую свечу. Здесь по максимуму находится объем на продажу. И дальше, после этого отката, может, к этому минимуму произойдет снова движение уже к цели под номером 2. Но это уже, как говорится, смотри, откат произошел неплохой. Так, это уже совсем другая история. Я хотел сказать, смотрим с вами. Нормально это вообще? Секунда. Прибыль ноль. Вы это видели? Пацаны, прибыль ноль. What the fuck? 150 долларов. Это было жестко. На последней секунде, пацаны. Я уже, получается, делаю одно перекрытие. Объем набивается. Ставлю 2 минуты. Отработка импульса. Вы это видели буквально за считанные секунды до конца. Произошел этот обвал. Мне кажется, просто в последнюю секунду он произошел. Сейчас отработка импульса происходит, опять же, от объема. Но это случилось максимально жестко. То есть, мы даже не дошли до верхней границы. Что? Неужели ты в моменте решил опередить меня? Смотрите, здесь один плюс у него есть. И дальше идет GBPUSD. Так, у нас здесь пока все нормально. Да. Вот. Хорошо. Давайте посмотрим, почему он сказал, что GBPUSD, где он у нас здесь раз, на повышение на 5 минут. Вот. Смотрите. GBPUSD по общему движению от этого минимума движение вверх происходит. Ты видишь? Происходит вот сюда. Есть точка, до которой он может идти. Очень даже не дурно. Слушайте, это очень неплохой прогноз от свечи неопределенности. Разворот такой неплохой. Ну, посмотрим. Посмотрим. Это его второй вход в рынок. Это мой первый. Мне уже может не говорить. Слышишь? Это мой первый вход в рынок. Одно перекрытие у меня уже происходит. Нормальное такое начало, пацаны. EURUSD. Вход, опять же, по общему движению, по направлению. Но объем уже второй раз срабатывает здесь на максимуме. И просто прогоняет. Изначально здесь все очевидно по максимуму. Но в этот раз, в этот подход объем срабатывает от минимума. Посмотрите. Это абсолютная правда. Вау. Отработка. Это первое перекрытие по EURUSD. Неужели алгоритм стал лучше? Все. Смотрим, наблюдаем, отрабатываем. Все честно. Здесь плюс. Да, хорошо. Здесь плюс. Но, опять же, это реакция от максимума в моменте времени. Пацаны, вы сами все видели. Окей. Фиксируем. У бездушной скотины один чистый плюс. Здесь, да. У меня один плюс с одним перекрытием. Да. Давайте я буду писать. Скотина. Так. Нет. Не так. Давайте. Скотина. Один чистый. Супер трейдер смог. Смок. Один грязный. Да. Плюс. Окей. Пока мы с вами немножечко уступаем алгоритму. Но давайте пытаться это все догонять. Заходим на EURCAD. О боже. Посмотрите. О. Да. Это так себе. Это так себе. Огромная волатильность. Тени вверху внизу. Но давайте выходить из этой ситуации. Сначала я обозначаю крайние границы. Раз. Два. Три. Так. Мы с вами идем здесь от минимума к максимуму. Мы здесь находимся практически у минимума. Ты видишь? У минимума. Есть. Был. Вернее. Был объем на покупку. Здесь объем сейчас на продажу. Общее движение безумно стремится вниз. Минимум находится вот здесь. Оторжение от области происходило. Ты видишь? Что у нас здесь? Объем на покупку был слабый. Здесь неплохая свеча. И неплохой объем. Вниз, вниз, вниз залетаем. Пацаны. Еврокат. Вниз мы залетаем. Давайте вместе со мной. Еврокат. 40%. Отработка будет происходить. 10 долларов. Три минуты. На понижение. Будем догонять. Я подстраиваюсь под всю эту ситуацию. На понижение. Я захожу по общему движению. Локальная остановка. Она здесь максимально размыта. Но ничего. Ничего. То есть я планирую, что мы можем скакануть прямо вот сюда. К этому минимуму. Хорошо. Так. GBP USD. Здесь вход был на 5 минут. На 5 минут. Это дохрена. Давайте смотреть. Так. Ну. Так. Да. Вход. Сейчас это не в плюсике стоит. Ты видишь? А сейчас уже может в плюсике. Ну. Там разница пункты. Будем просто следить с вами. Наблюдать. В нашем случае Еврокат. Ну. Неплохой вход. Сразу рывок такой порядочный произошел. Но. Опять же. Посмотри на эту сумасшедшую волатильность. Это просто. Это просто что-то с чем-то. Да. Ты это видишь сам. Огромные тени. Поэтому у нас здесь картина может меняться. Причем. Очень. Скоротечно. Ну. Слушайте. Пока. Нормально. Пока идем. Ну. Плюс-минус вровень. С одним перекрытием. Нормально. Посмотрим. Что будет по итогу. Чтобы вы понимали. Окончательно. Что вам нужно. Вам не нужно ничего покупать. Никуда обязательно вступать. Нет. Пацаны. Вам это не нужно. Вы сами все можете делать. Самостоятельно производить анализ. В этом видео я вам просто хочу показать. Что. Нет. Ничего невозможного. И что каждый из вас. Может научиться самостоятельно анализировать. Да. В первом примере был не чистейший плюс. Там просто минус. Не то чтобы в последнюю секунду. Мне кажется в момент закрытия. Этот рывок произошел. Знаешь. И вот пожалуйста. Была честная фиксация. Потом. Да. Плюс. С одним перекрытием было. Посмотрим что будет здесь. Нет ничего невозможного. Самостоятельно. Где угодно. Вы сами все можете это делать. Здесь плюс. Бездушная скотина. Ни хрена себе. Ну хорошо. Второй чистый. Да. Давайте так. Второй чистый. Пока у меня плохие новости. Мы немножечко отстаем от алгоритма бездушного. Ну вот скажите. Разве может робот написать симфонию? Пацаны. Я тоже не могу. Поэтому все нормально. Сегодня у нас честный турнир. И перезаписывать я его не буду. Если вдруг я окажусь в моменте. Знаешь. Чуть-чуть в проигрыше. Вы увидите эту правду. Потому что это важно. Это важно понимать и знать правду. Как здесь все происходит. Так. Ну что. 9-8 секунду завершения. Наш второй вход в рынок по Еврокат. Здесь уже как ты видишь. Чистейший. Нормально. Плюс-плюс. Идем вровень. Так-то неплохо. Потому что и у него было 2 плюсика. И у меня 2 плюсика. Но. Я вот думаю. Может. Чтобы уравнять наши шансы. На такие очень супер уверенные плюсы. Может использовать Helper Bot. Потому что 3 секунды. И он дает абсолютно полнейшую аналитику. Плюс. Вплоть до 15 минут. Но все равно. Вот знаешь. Даже если использовать Helper Bot. Ты должен самостоятельно находить наилучший момент для входа. Ты понимаешь. Вот прям наилучший. Если вечно мониторить. То все равно будет какой-то рассинхрон. Ты понимаешь. Здесь взять и прям идеально тютелька в тютельку успеть за алгоритмом. Достаточно сложно. Но. Вот. Сейчас я вам покажу последовательность действий. Она может быть не обязательно. Знаешь конкретно. Что ты взял. Сперва отметил общее движение. Потом потенциал движения. Либо наоборот область. Нет. Сам факт научиться делать это быстро. К слову. В закрытой группе есть курс. Анализ графика за 1 минуту. Он офигенский. Но здесь. Конечно. Все основные максимумы. Вы самостоятельно должны отмечать. Даже такие малозначительные остановки. Вот как вам может показаться. Стоит отметить. Ведь именно отсюда сейчас происходит потенциал в противоположную сторону. От общего движения цены. Которое направлено как раз вверх. И как ни крути. Нужны объемы. Да. Вот эти объемы. Эти объемы внутри свечи. Они указывают нам в принципе. Вот что будет происходить. Есть объем. Жди движение на повышение. Особенно от области поддержки. Есть объем на понижение. Посмотри на свечку. Пусть она у тебя будет большая. И при этом объем растет. Здесь он незначительно. Но растет. Слушай. Даже можем увеличить. Вот смотрите. Максимально четко. Там у нас был объем. Здесь ты видишь. Движение было вниз-вниз. Но пин бар. Объем рос. Да. Но здесь в данном случае он рос больше на откатном движении в противоположную сторону. То есть на повышение. Опять же на повышение по вот этому движению вверх. То есть здесь в любом случае последовательность действий для кого-то играет роль. Но нужно научиться быстро определять общее движение. Потенциал движения. Область сопротивления. Область поддержки. Локальные остановки. Все должны быть на графике отмечены. И дальше ты уже берешь и наблюдаешь. Следишь непосредственно за объемом в нижней части графика. Это основной. То есть за ним в любом случае нужно кидать глаз. И конечно вот за всей этой ситуацией. Но уже внутри свечи. Вот сегодня я сделал буквально 2-2. Да. У нас был счет. По сути это ничья. Но если честно в моменте я здесь алгоритму своему. Да. Такое может быть. Я создатель алгоритма. Своему же алгоритму немножечко уступил. Потому что я использовал один дополнительный вход. А он все сделал самостоятельно. Ты понимаешь что там используется неимоверное количество факторов. Но возможно в самый критический момент. Когда алгоритм не сможет прочитать соразмерность тени. Например. Да. То есть с точки зрения уже свечного анализа. Он будет это рассматривать. А вот ты сможешь. Потому что мы с вами. Опять же из моих видосов. Мы знаем что если у тебя есть вот такая вот свечка. Вот такая вот тень. Вот такое вот тело. Да. А то я уже видишь. Заговаривают старые наверное. И вот такая вот тень. То вот эта тень она указывает тебе на то. Что здесь в области. Вот здесь везде остановки до этого происходили. И прямо сейчас. Мы столкнулись с хорошим объемом. Куда? Правильно. В сторону на повышение. Почему на повышение? Ведь общее движение. Еще раз. Старый. Да. Направлен наверх. И вот смотри какой разворот. Здесь у нас по итогу там произошел. Да. В этом виде 2.2. Но тут больше алгоритм. Уже да. Такой молодец. Хорошо себя проявил. Пацаны. Этим видиком я хотел вам показать что. Все что использует. В основе. В фундаменте заложено. Где технический анализ. Например. Вот мой анализ. Это теханализ. Алгоритм анализируют с помощью технического анализа. Это все хорошо. Там где ты можешь проанализировать объемы. Это еще лучше. А если ты будешь учитывать и свечной анализ. Это вообще бомба. Ведь алгоритм. Он не может просчитать абсолютно все в моменте времени. А ты можешь. Именно поэтому просьба к тебе. Изучай технический и свечной анализ. По моим бесплатным видео. У меня на канале YouTube. Ну а так все. Кто хочет залететь в группу. Получить и хелпер. И торговые прогнозы. Пацаны. Ссылка в описании. Сейчас вход максимально низкий. Фактически самый низкий за всю историю вообще существования. Заходи. Практикуйся. Нет кнопки бабло. Но есть отличнейшая практика. Это уж точно. На связи был дедушка. Смок и фикс. Пацаны. Под навалитесь сюда лайкосов. Стараюсь сделать для вас годный контент. Я еще возьму реванш у этого робота. У робота скотина. Всех обнял. Пока.